Всем привет! Вы на канале DevKitchen. С вами Егор. Я продолжаю делать игру и делиться результатами разработки. Как я обещал в прошлом видео, сегодня я покажу как я использую вычислительные шейдеры. А продемонстрирую я это все на примере системы поиска целей. А также для наглядности сделаем простенькое поверхностное сравнение алгоритма поиска цели на основе вычислительных шейдеров с двумя другими реализациями такого алгоритма. А прежде чем мы начнем, давайте-ка лайк поставьте, на канал подпишитесь, а то знаю я вас. Забудьте потом. Но для начала давайте разберемся, а что же такое вычислительный шейдер? Если простыми словами, то вычислительный шейдер, он же Compute Shader, это специальная подпрограмма, которая выполняется не на центральном процессоре, а на графическом процессоре, то есть на вашей видеокарте. Но в отличие от обычных шейдеров, она работает не с графическими объектами и не с экранным выводом. Ее главная задача выполнять различные вычисления, используя вычислительные мощности вашей видеокарты. В играх вычислительные шейдеры обычно используются для расчета каких-то физических симуляций, для обработки большого набора однотипных данных или для анимации большого количества объектов, таких как волосы или трава. Я также решил попробовать прикоснуться к этой области информационных технологий и реализовал алгоритмы поиска цели для компьютерных противников на их основе. Для поиска цели у меня создана специальная система TrackTarget World System. На вход она у меня принимает шейдер-контроллер, а внутри для обработки данных, отправляемых на шейдеры, у меня используется специальный контроллер. Для примера у меня реализовано два способа поиска цели через центральный процессор и через графический процессор. На сами алгоритмы поиска цели сейчас внимания не обращайте, они сделаны исключительно в демонстративных целях и нужны для сравнения производительности. И в моем случае алгоритм, выполняющийся на центральном процессоре, пробегается по всем объектам. Для них он пробегается также по всем объектам и пытается выбрать из них цель себе. Цель он отбирает по расстоянии и по принадлежности к чужой команде. Все выполняется в одном главном потоке. Версия алгоритма для графического процессора обращается к контроллеру шейдера, передает ему входные данные, ожидает результата выполнения этого шейдера, а после чего просто пробегается по всем объектам и пытается подменить у них данные на те, которые были вычислены шейдером и обновить цель. Сам шейдер выглядит следующим образом. На вход он принимает буфер ищущих объектов, который состоит из структур определенного образа. В них мы видим позицию объекта, принадлежность команде, маску отслеживаемых команд, дистанцию, индекс найденной цели и флаг измененности данных. Дальше этот алгоритм точно так же пробегается по всем объектам и для каждого из них пытается найти ближайший объект. Он также проверяет расстояние и принадлежность команде, после чего он записывает обновленные данные обратно в буфер. Контроллер шейдера у меня отвечает за подготовку данных, необходимых шейдеру для вычисления. Здесь он подготавливает все необходимые входные и выходные буферы, запускает вычисления, после чего читает выходной буфер и записывает данные для отправки обратно в систему поиска цели. Несмотря на то, что вычислительный шейдер позволяет выполнять обработку больших объемов данных очень быстро, в куче параллельных потоков, подготовка данных и настройка буферов является узким горлышком. И несмотря на то, что вы можете получить огромный прирост производительности во время вычислений, весь этот прирост может полностью нивелироваться еще до запуска шейдера, в момент подготовки данных для него. Потому что вычислительный шейдер на вход своего вычислительного буфера получает native array. И если каждый раз при обращении к шейдеру вы будете преобразовывать вашу внутреннюю структуру данных в native array, вы будете сжигать все то освободившееся процессорное время, которое вычислительный шейдер поможет вам сэкономить. Именно поэтому, как я уже сказал, система у меня использует контроллер, который специально подготавливает данные для этого вычислительного шейдера. И они вместе с системой занимаются этим не один раз в момент запуска шейдера, а постоянно на протяжении всего жизненного цикла этой системы. Модель входных данных для шейдера уже содержит native array, который я постоянно храню и по чуть-чуть модифицирую при необходимости. И каждый раз именно его я передаю в шейдер без каких-либо дополнительных обработок. Ну что, а теперь давайте сравним, посмотрим на циферки фпса. Я подготовил демонстрационную сцену, на которой разместил большое количество объектов, из которых я предварительно убрал все лишние компоненты, которые могут очень сильно грузить систему. Начнем, пожалуй, с 256 объектов. Первым испытуемым будет поиск цели с помощью физики Unity. Будем использовать сферка стол и искать все цели в области сферы, созданной вокруг объекта. В каждом эксперименте запускать поиск цели мы будем 10 раз в секунду, чтобы у нас все не зависло. Итак, сферкаст у нас выдает в среднем 140 фпс. Вот цели нас находят, бегают за нами, радостные виляют хвостиками. А в профайлере мы видим четкие спайки. Это очень сильные просадки, которые заметно влияют на производительность и на восприятие игры. Теперь запустим поиск цели на центральном процессоре. Ситуация с производительностью уже получше. Также видим спайки, но они заметно меньше, чем в случае с использованием физики. А вот так себя чувствует алгоритм, запущенный на видеокарте. Фпс побольше стал. Пилюльки бегают, находят и ходят обратно. А вот так выглядит пила этого алгоритма в профайлере. Все четенько, красиво, никаких спайков. Итак, поднимем ставки, добавим еще 256 объектов. Запускаем поиск цели через физику и видим уже резкую просадку. Фпс упал до 50. И видим слайд-шоу. Опять же сделайте скидку на то, что у меня сейчас идет запись экрана. И я это все смотрю прямо в редакторе. В билде, без записи, все было бы заметно лучше. Но все же. Внутри мы видим уже вот такой чистокол. Очень сильные спайки, очень большая просадка. Снова запускаем процессор. Ситуация немножко лучше, но все равно не идеально. Чистокол ниже, но он есть. Во время поиска цельной видеокарты у нас показ производительность в два раза больше. 120 фпс против 60 на процессоре. Даже с учетом записи экрана, которая жирает ресурсов больше, чем моя игра. И опять же здесь мы не видим никаких спайков. Хорошая, красивая пила. А сейчас мы сделаем финальную проверку с 1000 объектов. Первый испытуемый. Алгоритм, выполняющийся на физике юнити. Сферкаст. Показывает нам в среднем 3 фпс. Ну и соответствующую картину мы видим в профайлере. Центральный процессор показывает нам стабильные 20 фпс. Это уже играбельно. Персонаж может двигаться. Что нам еще нужно для счастья, не правда ли? В профайлере мы видим уже не сплошной провисон. Но мы видим уже очень высокий регулярный чистокул. И последний испытуемый, видеокарта. Стабильные 80 фпс. И никаких просадок. Даже 90. И разумеется очень приятная картина в профайлере. Что ж, вот такие дела. Даже учитывая то, что это мой первый опыт работы с вычислительными шейдерами, и в моем коде еще много чего можно пооптимизировать, прирост производительности при их использовании виден невооруженным взглядом. Поэтому я буду дальше глубже погружаться в эту тему и находить новые применения вычислительным шейдерам. Пишите в комментариях, было ли вам интересно послушать о таких технологиях в разработке игр, как вычислительные шейдеры. Пишите свои примеры использования вычислительных шейдеров в ваших играх. О следующем видео поговорим о генерации контента для игры с помощью искусственного интеллекта. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, включать колокольчики, чтобы не пропустить следующие видео. Всем пока, увидимся на кухне! Субтитры сделал DimaTorzok